Экстраба, у меня зовут Ликей, вы смотрите канал Дайпять и шоу По Факту. Чего только не вытворяют звёзды, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Ну а что ещё остаётся делать, если просто красиво петь не получается? Яркие костюмы и неадекватное поведение. Всё это сопутствует тем, кого принято считать эпатажными персонами. Приготовьтесь, ведь именно сегодня вы узнаете о 10 самых необычных звёздах эстрады. Лего, 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 лего. По факту. Художник, актёр, писатель и, конечно же, рок-звезда Брайан Хью Уорнер, более известный как Мэрлин Мэнсон, начал свою карьеру в 1989 году. Спустя 5 лет был выпущен первый альбом, а через год был записан кавер на песню Sweet Dreams группы Eurythmics, который принёс исполнителю всемирную известность. Помимо этого, Мэнсон прославился своими выходками, а также выступлениями, на которых он не раз появлялся на публике в женском белье и в наркотическом опьянении. Драки с фанатами, порезы на теле, занятия с сексом с вокалистом прямо во время исполнения песни, белила тени и губная помада, всё это создало неповторимый образ рокера, который на протяжении нескольких лет оставался неизменным. Несмотря на это, певец имеет армию фанатов по всему миру, а его концерты до сих пор собирают целые стадионы. Мы знаем Никиту Джигурду как талантливого актёра, однако в какой-то определённый момент ему снесло крышу, и он решил стать главным фриком российского шоу-бизнеса наравне с Сергеем Зверевым и Веркой Сердючкой. Сам вокалист, именно так позиционирует себя Джигурда, объясняет свой эпатаж тем, что он хочет привлечь внимание публики к более серьёзным философским темам, которые он якобы поднимает в своих песнях. В качестве средств для привлечения Никита выбрал странные скандальные выходки и нецензурную брань, которую он не стесняется применять даже в адрес женщин. Дэвид Боуи. Из-за постоянной смены музыкального стиля, этот британский музыкант был прозван Хамелеоном. Дэвида Боуи нежно помнят за его оригинальную Зигги Стардаст и яркие, вдохновлённые космосом костюмы, которые он носил. Хотя этот период и не был долгим в его карьере, и впоследствии образ был замещён стилем измождённого белого герцога, всё равно можно считать этого вокалиста одной из самых эпатажных персон 20 века. Майли Сайрус была тихая, скромная девчушка, которая снималась в культовом сериале Хана Монтана, но потом её понесло. Куча эпатажных выходок, обнажёнка, неприличные позы, секс-игрушки, надеваемые прямо на концерте и прочее, прочее, прочее. По словам самой Майли, она просто хочет показать всем, что выросла и имеет право делать всё, что хочет. И это не включает в себя занятия математикой, например. Почему-то. Певица, создавшая свой образ задолго до рождения Леди Гаги. Жанна Агузарова, пожалуй, является самой эпатажной исполнительницей всего постсоветского пространства. Эпатируя публику яркими, необычными нарядами, макияжем и голосом, Агузарова овеяла свою личную жизнь тайной. Общаться с прессой она не любит, однако при этом не раз говорила о своём внеземном происхождении и связях с марсианами. Кончита Вурс взорвала европейский песенный конкурс в 2014 году. Бородатая женщина оказалась альтер-эго австрийского музыканта Томаса Нойверта. Тем не менее, без скандала на конкурсе не обошлось. Сталинантное и терпимое европейское общество ещё долго переваривало победу этого необычного певца или певицы. Кстати, недавно артист заявил о самоубийстве Кончиты, что означало, что образ бородатой женщины больше ему не нужен. За 8 лет до победы бородатой женщины на Евровидении победу в конкурсе праздновал брутальный финский рок-коллектив Лорди. Одержать победу этим ребятам удалось не только за счёт своего вокала, но и из-за нереально крутых костюмов, которые должны были шокировать не только Европу, но и весь мир. После победы с песней Hard Rock Hallelujah группа в тот же миг стала известной на весь мир, а гастроли в костюмах страшных монстров продолжаются и по сей день. Американская Агузарова, Леди Гага в плане подачи себя до сих пор является одной из самых ярких звёзд в мире. Не зря, сделав ставку на эпатаж публике, она добилась известности всего за полтора года своей карьеры. И хотя песня её тоже не менее известна, чем она сама, но люди всё-таки смотрят на неё в ожидании чего-то экстравагантного в плане внешности и поведения. Нелепые наряды, шокирующее поведение, необычная фигура с некоторыми серьёзно выступающими частями тела. Всё это не кименаж, которая, между прочим, при всей внешней фриковатости в рейтинге Forbes является как самая богатая женщина-рэпер за всю историю хип-хоп-культуры. Андрей Данилко, а именно такое настоящее имя у Верки Сердючки, стал культовым персонажем на всей территории СНГ. Юбка чуть выше колен, пышный бюст, тёмные очки и яркая звезда на голове. Вот узнаваемые атрибуты любимицы публики, без песен которой или которого уже давно не обходится ни одно маломальское застолье. Я буду рад, как нормальный певец, или нормальный певец, наоборот, не радуется, когда видит, что эпатирующие певцы взрывают. Если ты подпишешься на канал, нажмёшь на колокольчик, 10 самых богатых людей в мире и как ютуберы пытаются угадывать цитаты великих людей.